Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о тыкве. Тыква давно известна на наших огородах. Ее выращивали еще наши предки. Но селекция тыквы не стоит на месте. И когда мы приходим в магазин, глаза разбегаются от сортов и видов тыквы. Я помогу вам как разобраться и выбрать именно ту тыкву, которая вам понравится больше всего и лучше всего вырастет на вашем участке. Все тыквы можно разделить на следующие группы. Это твердокорые сорта, это крупноплодные сорта и это мускатная тыква. Начнем с мускатной тыквы. В основном ее плоды имеют вот такой удлиненный вытянутый вид с утолщением внизу, такой какой-то похожий на бутылку или на гитару. Вот эти тыквы очень вкусные, очень ароматные, но эти тыквы имеют длительный срок созревания. Поэтому, когда вы будете выбирать мускатные виды тыкв, обязательно выбирайте ранние и средне-ранние сорта, потому что среднеспелые, позднеспелые сорта у нас не вызреют. И мускатные тыквы лучше всего сажать рассадой. Дальше поговорим о крупноплодных сортах тыкв. Вот эти тыквы, вообще такие традиционные для наших огородов, имеют крупные такие плоды и имеют разнообразную форму. Плод может иметь и вот такой вот рифленый вид, и они могут иметь и круглые плоды. Вообще некоторые сорта таких тыкв вырастают массой до 50 килограмм. Несмотря на свой размер, тыквы очень вкусные, тыквы очень сладкие, и вот такие крупноплодные тыквы очень хорошо хранятся. Мякоть у них оранжевая, богатая каротином, и большинство сортов устойчивые к основным заболеваниям тыкв. Вот эти вот тыквы очень хороши для переработки, для соков, для пюре тыквенного, потому что, конечно, тыкву массой 50 килограммов съесть за один раз очень сложно. А вот для того, чтобы вырастить порционные тыквы, это как раз тыквы для того, чтобы небольшая семья могла их съесть за раз, мы смотрим вот на такие небольшие тыквы. Масса плода такой тыквы 1,5-2 килограмма, то есть ее можно приготовить в целом виде, но вот такие тыквы желтоплодные, они хранятся меньше, а сероплодные тыквы хранятся дольше, и как раз вот именно сероплодные тыквы очень хороши для хранения. Твердокорые тыквы, которые прекрасно растут в северных регионах Центральной России, Подмосковье, на Севере, в нашем Среднем Поволжье, вот эти вот сорта тыкв прекрасно хранятся зимой. Мало того, что за хранение они еще набирают больше сахаров, сахаристость у них увеличивается. За счет жесткой твердой коры мякоть не высыхает, внутрь не проникают никаких гнилостных бактерий, и именно вот такие вот сероплодные тыквы очень хорошо хранятся зимой. Обычно это тыквы среднего размера, где-то вес плода 3-5 килограмм. Из них можно делать салаты, их можно запекать, их можно парить и приготовить очень много всяких разных вкусных блюд. И вот у таких тыкв очень вкусные семечки. Семечки не только вкусные, но еще и полезные. В них много минеральных веществ, в них есть и масла, и вообще польза от тыквенных семечек очень большая. Когда вы придете выбирать сорт тыквы, я надеюсь, вы уже определились со способом его употребления. Тыквы вообще растения плетистые, и для того, чтобы выросли хорошие тыквы, надо много открытого солнечного места. Но вот мелкоплодные тыквы – это кустовые растения, и для их выращивания большой площади не надо. Они не дают большой плети, и растут таким кустиком, и плоды у них располагаются около основания вот этого кустика. Поэтому, если у вас маленький участок, то можно отдавать предпочтение именно вот таким мелкоплодным тыквам. Надеюсь, наши советы убедили вас посадить тыкву на своем участке и помогли вам определиться с сортом и типом тыквы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok